Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-аграном Ломонос Петр. О чем пойдет сегодня у нас речь? Сегодня мы поговорим о капусте. Наши любимые овощи, которые по всем лошадям, что мы садим после картофеля, это вторая культура, которая занимает хорошую площадь и выраживается на всех участках. Но если не выраживается, то обязательно встречается на наших столах. Все славяне, мы все любим капусту. Но капуста культура такая, которая требует и ухода. Ну самая распространенная капуста, конечно, это белокочанная, которая находится за моей спиной. И вот эта белокочанная капуста, для того, чтобы иметь хорошие кочаны, как написано на пакетике, от 2 до 20 килограмм, а капуста даст только хороший урожай, в том случае, если она будет хорошо обеспечена питательными веществами. Какие питательные веществами необходимы капусте? Мы говорили, если вы не смотрели наши ролики, значит, знайте, что необходимо еще в начале августа, если не сделали, обязательно сделать подкормку капусты азотом и добавить мел. Именно мел. Не яйзи, не доломитку, а именно мел. Весь 300 грамм мела на 10 литров воды и 80 грамм аммиатной селитры. Размешиваем, этим раствором поливаем. Потому что это, как и подкормка, это и профилактика против болезней. Это первое, что необходимо сделать в обязательном порядке. Если вы не давали такой подкормки капусте, это необходимо. Потом, капуста наша, если уже вы это не сделали, вы же опоздали, значит, не забываем, капуста наша растет, роды смыкаются. Роды смыкаются, влезть в эти роды уже трудно, конечно. Мы уже будем давать подкормку другую, если роды смыкаются, если уже пропустили, не сделали раньше подкормку, азотно-кальциевую. Мы уже будем кормить любым сложным удобрением. Если есть возможность, мы берем тяпочку и прорыхлим, если возможно, но это есть, есть возможность. Прорыхлим просто под капустой землю. Прорыхлим землю. Потом мы берем любое сложное удобрение. Это любое удобрение, которое есть в продаже, диазот, фосфор, калий. Ну, а дальше нам необходимо, что нам необходимо? Или нам необходимо спичечный коробок, или столовая ложка. Вот такая мерка. В общем, один спичечный коробок, или одна столовая ложка удобрения на одно растение. Ну, если нет, это тоже не беда. Вы можете примерно отмерить в горсть и посмотреть, сколько это будет. Эти удобрения мы просто-напросто будем рассыпать. Это на одно растение. Такая мерка идет на одно растение. Мы будем рассыпать вокруг капусты, рассыплем это удобрение в сухом виде. И после этого мы обильно польем. Ну, а для чего мы рыхлили почву? Потому что, когда мы рыхлили почву, значит, это удобрение более равномерно будет находиться возле растения. Если по твердой почве рассыпать его, значит, возможен смыл. Будет смываться. Это удобрение просто при поливе смоется от растения, и растение придется мало что достанется. Вот на этот вопрос обращайте обязательно внимание. Для того, чтобы развивались хорошие качаны капусты, они нуждаются в питании. И вот как понять, что наша капуста нуждается в питании, нуждается в подкормках? Здесь вы уже уносили как бы и органические удобрения, унесли весной. Капуста, между прочим, переносит свежий навоз. Вы уже унесли минеральное питание, но растение использовало. Самый первый признак, который указывает, что не хватает обязательных веществ, это плохое завязывание качану. Листва есть, а качан еще как бы не хочет формироваться. Листья скрученные. Вот это есть на некоторых растениях, можно показать. Листья как бы скрученные, а кача не формируются. Это явно, что растение испытывает недостаток питательных веществ. Но любые питательные вещества будут доступны растению, если капуста будет обеспечена влагой. Ведь она испарает очень много влаги. Капуста за сутки испарает где-то 50 литров влаги. Вот как она интенсивно работает с почвой. Поэтому необходимо, ну 50 литров мы ей не дадим, но при поливах минимальная норма 5 литров на одно растение. Дадите больше, это будет прекрасно. Потому что капусты большие листья, хотя они покрыты восковой налет на них есть, все равно она испарает много влаги. Поэтому хорошо, обильно поливайте капусту, не жалейте. Это раз. Во-вторых, капусту можно поливать холодной водой. Она не боится полива холодной водой. Уштите это и не грейте напрасно воду для капусты. Прямо со скважины включайте свою установку, которую вы поливаете, и обильно, обильно смачивайте капусту. Как часто поливать капусту? Капусту можно поливать с интервалом в 2-3 дня. Каждый день у вас не получится, с интервалом в 2-3 дня это сам надо поливать. Потому что поливы очень увеличивают размер кочана. Она много испарает. А вдобавок дадим подкормочку, и все вместе подкормка в сочетании с поливами обеспечит нам хороший урожай. У вас возникнет вопрос, вот когда поливать капусту? Я же объясняю, что повод сейчас сухая и жаркая, все поливы лучше делать в вечернее время. Тогда это будет доходить до капусты. Ну поливать, конечно, лучше под корень, но это надо тогда, чтобы был капельный полив, тогда будет под корень поливаться. А если просто дождеванием поливать, то придется поливать по листьях. Но опять же повторюсь, что обильно поливаем именно ветчином. Производство, конечно, для этого применялись мощные установки, когда-то это сам фрегат немецкого производства назывались. Так они поливали капусту до состояния такого, что она была как бы в грязи. А за счет того, что она была в грязи, она была достаточно обеспечена водой и давала хороший урожай. Поэтому воды не жалеется. Но я говорю, поливаем только вечером. Утренние поливы, даже холодной водой, сейчас дадут мало пользы. Воздух быстро програется, и влага будет испараться. Мы только, кроме почвенной корки, мы на капусте делаем не пользу, а делаем вред от утренних поливов. Только все и подкормки, и поливы делаем в теперешнем году только в вечернее время. Так что запомнили. Эта подкормка очень-очень важна для дальнейшего роста кочана, для увеличения его массы кочана. Если вы так сделаете, у вас по очереди будет собирать хорошие крупные кочаны. Такую подкормку делаем на среднеспелых сортах и позднеспелых сортах капусты. Ранние сорта уже как бы выросли капусты. Они уже готовы. Там подкармливать уже ничего-ничего не надо. Это уже напрасная трата и времени, и удобрений. А средние сорта, они будут готовы к концу августа, начало сентябра. Они очень нуждаются в такой подкормке. Ну, а позднее спелые сорта. Вот сделайте одну подкормочку, и не забывайте, что где-то дней через 15 сделайте вторую подкормку. Точно так же с сухим удобрением. Из расчета 20-30 грамм удобрения. Нерки я вам показал вначале. Опять подкормите вашу капусту. Тогда вы можете рассчитывать на хороший урожай с вашим участком. Вам хороших урожаев. Капуста рада вас тугими, крупными кочанами. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. До свидания.